так я продолжаю эксперименты сегодня будем готовить кимчхи это блюдо корейской кухни представляющие собой острые приправленные квашеные овощи в первую очередь пекинскую капусту и так саму приправу я брала на балбисе сто 250 рублей 450 грамм и пекинскую капусту сейчас покажу что буду делать далее берем емкость и мы будем мариновать нашу капусту и хорошенечко вот каждый-каждый листик мы промазываем соль и ставим на взгляд буквально на 500 на 5 ну а пока у меня маринуется капуста сейчас я вам покажу товары которые мы заказали на валберисе кстати еще ничего из этих товаров мы не возвращали мы как приехали практически каждый день что им заказываем там потому что на самом деле дом на нас обиделся сломалась у нас практически вообще все ладно сейчас покажу на покраске волос и сразу же краску там же берет показали потому что у нас раковина будет такого серого цвета и сама тумба у нас тоже железные подставки черного цвета ванна захотела именно так погнали дальше это вот нам вчера все пришло это у нас сам смеситель классный какой тяжеленный и тут видите в наборе все сразу идет стоило по моему полторы тысячи такой вот смеситель магазине мы смотрели около 7000 вообще очень удобно заходишь на валберис выбираешь что тебе надо так и вот такую табуницу заказали сейчас мы не соберем покажу вам собранном виде ну что-то на картинке мне кажется нам нужно побольше размера ладно сейчас посмотрим и показывала уже в каком-то из видео заказали как только приехали вот такой вот вателинцу на одного человека на одну персону скажем так на завтрак себе делаю вафельки тут кабачковые стоило где-то по моему 600 рублей всего ну и вообще если честно настоящая палочка-выручалочка так пойдем эту собирать решила этим делом заняться на улице смотрите кстати у меня к вам будет просьба вот буквально несколько дней назад мы всю траву это убрали но так как у нас сейчас идут постоянно дожди видите опять травка ну я химией мы никакой не можем пользоваться потому что у нас собачка напишите чем вы избавляетесь от этой красоты конструкция довольно таки хрупкая я бы такую полочку наверно не советовала покупать хотя первоначально мы думали штучки 2 взять потому что наш теперь четыре человека обуви по прибавилось и вот смотрите вот эти вот как сказать полочки они из какой-то я не знаю даже чего-то сделано то есть такая дай бог если на один сезон хватит ну как-то так конструкция насколько весит ой ладно это то поставим но больше такую покупать точно не будем капуста моя постояла 6 часов выделила жидкость добавляем пасту и оставляем еще часов на 5 мариноваться так все хорошенечко хорошенечко перемешиваем лучше конечно это делать в резинку перчатка потому что если небольшая ранка будет щипать все убираем в холодильник и будем наслаждаться вкусной едой доброе утро что нам обещает сегодняшний день будем надеяться что только положительные эмоции и так меня на завтрак творог черничка черничный джем сметаны букет из рукколы думаю что в такой себе какой салатик приготовить и турецкий кофеечек ну всем приятного аппетита но у дениса другой завтрак колбаска и сейчас еще двоится зажарю уже больше недели болели к видом но это вообще конечно очень тяжело всей семьей засиделись дома червонка тоже только увидела что я собираюсь она сразу хоба типа я тоже поеду ну что ж пришлось брать с собой да девочка курочек будем выбирать сиденье у нас и облупились два года машина стояла нашу надо будет новый покупать его последних троих забираем течение месяца до бы допустим так все курочки дома специально оставили здесь траву теле кто там кто вот они у нас здесь жить будут но принципе как и те курочки на сестра не здесь есть все хорошо все подготовлено но у нас очередная вылазка с детьми на акне артем как вода замечательно купаться будешь нася ты будешь купаться на самом деле небольшие точки но на улице прям жарко жарко сейчас будем проезжать мальдивы и хотим доехать до серпуховский давай должны будут открыть и даже с космоса будет видна надпись я люблю серпухов нашу сейчас посмотрим может быть даже что-то и увидим это получается выход из порта и уйдеть вот тут как раз давай навесли кучу песка все выравнивают но единственное наверное надпись мы с вами не увидим приедем сюда в сентябре у нас будет уже детская площадка так так не стремительно я боюсь и не больше ого да сколько места нанесли кстати раньше у детей было очень много делений деревьев мы сюда вставали на каэсс здесь довольно таки большая глубина и очень много рыбаков раньше было сейчас вот тоже ловят рыбку не люблю я быстрой езды это какой-то кошмар да рыбку-то ловят интересно как в Турции или по-настоящему ловят сейчас будет проходить классное местечко здесь вот есть стол навес туалет ступеньки то есть все для цивильного отдыха и смотрите какой чудо техники у нас на горизонте вот люди сплавляются на таком самодельном плоту вот здесь уже росли вот видите там выше даже вина зелененькая вот здесь никого нет ну потому что воскресенье все уже разъехались завтра рабочая неделя начинается Глубоко, дочь, я тебе могу даже сейчас поэтом посмотреть, ты холодный. Не надо, и ты снимаешь, меня со всех сторон, страшно. Готова? Нет. Раз. Нет. Два. Масечка моя, Мася. Толкнули, да, дочь? Ну нет, кстати, я не глубоко. Дочь, как эти штуки называются? Сап. Сап? Вот Настюшка у нас такую штучку хочет себе. Ну, отдыхающих на самом деле очень много. Так, ну сейчас идем на малом ходу и хочу вам немножко показать белоснежный песок. Ну, территория очень большая. Наверное, километров 10, да, Настя? Я так думаю. Вообще, набережную планируют сделать 35 километров вдоль реки Акии. Вон туда все уходит. Смотрите, какой закат красивый. Ну и Настя на фоне заката. Единственное, конечно, весной это все равно все смоем. Время 7 утра. Такая вот у нас дымка тут. Все, отчаливаем от нашего бережка. Нам сейчас дочка должна провизию привезти и обратно сюда еще на одну ночь. Получается, уже четвертую ночь будем ночевать. Он у нас на соседе рыбку ловит. Вообще, конечно, август радует. Я считаю, конец августа, конец лета. А мы все еще купаемся. Да, погода, конечно, переменчивая. Вчера купались, солнышко было. Сегодня идет дождик. Но, по прогнозам, недолгий должен быть. Прошло буквально пару часов и уже солнышко. Сейчас будем купаться. Так, ну что, конец августа. Давайте устроим, наверное, закрытие сезона. Не знаю, получится еще искупаться или нет в этом году в Оке. Напротив нас Серпуховские Мальдивы. Кстати, Гавайские Мальдивы открываются в сентябре. Обязательно вам все покажу. На днях съезжу, поснимаю обязательно Серпуховские Мальдивы. Просто болели. Вот мы сейчас даже уехали, чтобы никого не заражать, и чтобы дети тоже от нас не подцепляли, а мы от них. Так, ну давайте. Ох! Ил! Ил! Неожиданно Ил! Хорошо, что я в шлепках. Ну, в гидриках купаются все. Но народу не так много. Сегодня четверг. Нам сегодня компания напротив устроила Варфаломьевскую ночь. Кошмар какой-то. Ох! 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 Вон наш верный червонка стоит, смотрит, за мной наблюдает. О, слушайте, а вода-то не холодная. Двадцать второе августа. Красота в этом году, конечно. Надеюсь, что и в сентябре нас погода тоже будет радовать. Кстати, надо будет в ближайшие дни за грибами сходить, посмотреть, появились или нет. Но вообще все скидывают в Кировской области и в других областях грибов уже очень много. Очень вытворяет. Ну, гидрик, конечно, классно вот так вот погонять, но это чисто на одного на двух. А нам на семью вот это идеально. Там каюты получается, столик можно поставить. Червона! Червона, Рута! Девочка моя! А так мы на океа уже, получается, четвертую ночь будем ночевать. Я хочу домой, и Денис не хочет. Давай, говорит, еще хотя бы ночку переночуем. Вот, кстати, мы спускались и ниже по океа. Везде вот такие вот железные троса. На той стороне тоже есть. Так что я не знаю, возможно, это отпилить их будет или нет. Но кому нужен муталолом, приезжайте. Их здесь много. Собачка моя! Ты-то устала уже отдыхать на оке или домой? Черри, ты устала уже отдыхать на оке? Или нет еще? Червона! Черри! Она у нас такая деловая, научилась по этому гортику проходить. Поднимается туда и смотрит за всеми лодками, которые ходят по воде. Вот такие корабли ходят у нас по океа. Хотя глубина небольшая, но если по фарватеру идти, то все нормально. Так, кто у нас там идет? Гидрик, по ходу дела. Давайте делаем ставки. А, нет! Я ошиблась. Это моторная лодочка. Хорошая моторная лодочка. Ну, а за ней Гидрик. Подошел сезон кабачков. Сходила в огороде, сегодня сорвала два таких красавца. Перчик, правда, пришлось съездить на рынок купить. Жгучий перчик купила. Хочу сделать лечо из кабачков. Итак, нарезаем овощи. Кабачки. Перец. Ниже распишу дозировку всю. И еще сейчас лук принесу. И все это нарезаем кубиками и убираем в холодильник на 5 часов. Овощи я все подготовила, нарезала кубиками. Убираю их часов на 5 в холодильник. Так, вот здесь у меня вот такой вот сокровищ. Мама Дениса угостила. Сейчас буду делать еще домашний кетчуп. Тоже получается, кстати, очень вкусно. Намного вкуснее магазинного. Так, какие вот у меня еще красавцы. Сегодня их срежу. И этот рецепт у меня будет кабачки от Ярика. Тоже очень вкусные. Со стола они улетают первыми. Так, ну, а помидорчики, видите, у меня зелененькие пока. Ничего страшного. Еще время есть цветут. Так, ну, а для кетчупа вообще все просто. Нам понадобятся помидоры, перец острый, горчица 1 чайная ложка, корица на кончике ножа, соль, сахар, чеснок, тоже домашний, тоже моя мама давала, черный перец горошком, перец душистый горошком. Ну, я возьму просто черный перчик. И уксус 9%. Все, погнали. Нарезаем помидоры кубиками и отправляю их тушиться. Все ставим на медленный огонь. И когда закипит, буквально минут 10-15 даем, чтобы они хорошенечко прикипели. Ну, а пока подготовим чеснок и острый перчик. Так, все, я добавила все оставшиеся ингредиенты. Варим еще минут 20 на медленном огне. И в самом конце, за 5 минут до готовности, добавляем уксус. Все, чеснок и перчик мы нарезали в произвольной форме, потому что все равно будем это все блендерить. Вот, и решила все-таки еще добавить зелень. Здесь у меня укроп, петрушка, базилик и кинза. Будет очень вкусно и ароматно. Стерилизую банки, кстати, всегда в таком аэрогриле. Он у меня очень-очень старенький, но ни разу у меня не подводила. Смотрите, сколько курочкам. Сейчас надо будет отварить. Ну, раз на пять им, наверное, точно будет. Так, ну, на ужин я уже подготовила. У меня здесь картошка, кабачок, морковка. Все свое. И ребрышки буду запекать в рукаве. То есть картошка пропекается этим соком. Сюда просто добавила любимые специи, немножко подсолнечного масла. Так что ужин у нас будет сегодня такой. Так, ну что, по-моему, уже выглядит аппетит. Полвину ребер я убрала. Будем их коптить, потому что я так прикинула. Нам это очень много будет на четырех человек. И сейчас, когда запечется уже хорошенечко так, скроем и сверху смажу домашним кетчупом. И еще ненадолго в духовочку. Так, ну, у меня получилось две баночки. Еще немножко. Значит, эту оставим. Будем сейчас есть. Все. Включаю аэрогриль и будем закатывать. Так, ну, а тем временем 6 часов пролетели, как несколько минут. Вот. Ставим на огонь. Ждем, пока закипит и выделится. Будем добавлять кетчуп и растительное масло, уксус, сахар, соль. И сюда же добавлю немножко своего кетчупа остренького, который у меня остался. Все. Ждем. Все. Кабачки выделили сок. Прокипели минут 10. Я добавила все оставшиеся ингредиенты. И варим еще минут 15 где-то так. За 3-4 минутки до готовности добавляем уксус. И смотрите, как важно, чтобы они постояли в холодильнике 5-6 часов. Они тогда остаются целыми и не развариваются. Так, ну все. Вот такой вот у меня сегодня денечек выдался с закрутками. Завтра буду еще что-нибудь делать из кабачков. Не обращайте внимания на мои красные глаза. У меня давление второй день. Что-то вчера самое высокое было 138. Сегодня уже 146. Сейчас съездила в аптеку. Скупила лекарства. Понижающее давление. Дожили. Вот. Ничего страшного. Прорвемся. Настя меня на завтра записала к очень хорошему врачу. У них в центре. Вечером схожу. Ну и заодно заехала в магазин. Как раз вот я уже показывала. Два раза я делала закупки продуктов. Это учитывая на 4 взрослых человека на месяц. Но у нас получается больше месяца прошло. И еще немножко осталось. Но я на всякий случай заехала. Докупила продукты. Сейчас вам покажу. И сделаю заодно небольшую распаковку товаров с Валбереса. И сегодня уже начала делать закрутки от Ярика. Кабачки от Ярика. Очень вкусные получаются. Сейчас я вам вкратце расскажу как я их делала. Ну и покажу. Они как раз у меня вот на плите стоят. Аромат необыкновенный. Значит кабачки режем дольками, полукольцами, кому как удобно. И сверху 2 столовые ложки соли на 2,5 килограмма кабачков. Отставляем в сторону. В это время готовим маринад. Так, в маринад у нас 4 болгарских перца, 2 горьких, 2 головки чеснока, шпаргалочка. 1 пучок петрушки. Это все можно или через мясорубку или в блендере. Далее 1 стакан масла. Можно чуть меньше. 1 стакан сахара и 1 стакан уксуса 6%. Все сюда добавляем. Доводим до кипения. Потом добавляем кабачки. Варим 10-15 минут. И закатываем в банки. Очень вкусно. Всем рекомендую. Пришло время включать ларь. Сейчас мне его надо хорошенько отмыть. Потому что уже пошли заготовки. Там помидоры я порезал. Перец. Буду замораживать. Так, ну что, начнем. Перепрёстки я купила, как всегда, лопатку. Шейку, она тоже пахта была. Люблю в перепрёстке. Там частенько она меня сладко убивает. Так, взяла такие вот голени детям. Они крючку любят. Что-то нам она надоела. Рыбки сила передела. 2 кусочка сорели. 2 стынка. Это мне и Настя. Потому что я все не делить рыбу не едят. Так, это курильные грудки. 2 штучки. И взяла, взяла. Такое вот масло для закруток взяла. Оно стоило 29 рублей, что ли. Но сейчас я общую сумму скажу. Взяла себе 3 сайры. Что-то я в последнее время так много соленого ем. Только заканчивается селёдка. Я или сайру, или селёдку, или кильку покупаю. Прям дорвалась. Ну, зато сладко не ем. Такой вот наборчик, скажем так, маги. Для макарон баланье. Завтра на работу делаю. Так. 2 грудинки взяла. Запекаться уже на бутерброды. С собой на работу даю. 2 куриные ножки уже замаринованные. Были по акции по 89 рублей. Себе взяла сельдерей. Хочу себя приучать делать по утрам в смысле себе. Так. И здесь язык. Мизинец. Вообще. Года два, наверное, не еле. Вот так захотелось. И хотелось показать. Вот это вот лекарство я купила. Для снижения давления. Сказали хорошее. Там по четвертинке. Три раза в день пить сказали. Так, ладно. Это вот то, что я купила в Перекрёстке. Так вот, чтобы не соврать. Это у меня вышло на 4600 рублей. Вот это вот всё-всё-всё-всё. Вместе с рыбой. С ласом. Ну, короче, вот такой вот набор. Так. Заехала в Дикси. Купила, значит, фарш. Мне нравится в Ближней Горке. По 130 рублей был. Две пачки взяла. Буду сёднуть макароны делать. С таким соусом. Вот. Взяла банановое молоко. Делаю очень вкусный кофе. Если хотите, как-нибудь покажу вам. Ну, прям. И Настя говорит. Мам, купи банановое молоко. Сделаешь мне кофе на работу. Так. Так. Взяла, значит, тоже в Ближней Горке. Бекон для жарки. Так. Сыр взяла вот такой вот. Часто-дейтроблистую. Денису шоколадки. Сникерс. И обыкновенный чудо вот это провкусное. Макароны Макфа. Молоко взяла. Детям куржики хочу печь. Тостерный. Пшеничный хлебушек взяла. Это я вам горячего отборода на работу буду делать. И хлебушек такой взяла. А, ещё заехала. Давно хожу. На них облизилась. Да, чебуреком взяла как раз одной семье и второй семье по половинке. Вот этот вот весь набор у меня вышел на 700 рублей. Итого вот это вот куча, куча огромных продуктов. 4 600 и 700 и 300. Сейчас покажу, что мы купили на Валберсе. Так, что давайте сделаем распаковочку товаров, которые пришли к нам с Валберса. Не знаю, говорила вам или нет, я отучилась на ресницы на курсы. И вот мы заказали себе всё необходимое для этого дела. Ресницы у нас уже куплены отдельно были. Погнали. Так, первый это клей для ресниц. Это для очистки средства. И море патчей. Все, девочки, знают для чего это надо. Так, далее. Заказали съёмник, потому что наш не нашли каким-то чудесным образом. Он у нас куда-то исчез, чтобы поменять масло на машине. Заказала себе вот такую вот сумочку, потому что моя приказала долго жить по отзывам. Вон написано, что хорош, ну да, качество неплохое. Ну и стоит 1000 рублей, по-моему. Вот такой. И смотрите, положили подарочек, резиночку для волос. Очень приятно. Ну, неплохая, неплохая вам хочу сказать, сумочка. Так, и здесь у нас, а что у нас здесь? Что-то я забыла уже. А, это мы заказали в полочке ванны. Они без пельмения. Вот так вот будут крепиться. Они с пленкой. Сейчас попробуйте показать. Вот на такие штучки они будут крепиться. Сказали специально в тёмном свете, потому что у нас раковина. Смеситель всё темного цвета. Ну и полка под раковиной тоже. Так что сейчас пойдём клеить. Итак, всем доброе утро. Сегодняшнего дня решила взяться за себя конкретно. Потому что во время болезни мы что-то то пельмени, то макароны. Ладно, всё это лирика. Буду делать теперь смузи на первый завтрак. Значит, у меня здесь дыня. Яблочко своё в огороде, конечно, взяла. И сельдерей. Кстати, вы любите сельдерей? И такая вот у меня штука Polaris. Ей уже, я даже не знаю, лет 10, наверное. Вот, всё в Турцию такую же хочу купить. Только сейчас портативные продаются. Так, добавила немного воды. Так, что-то пошло не так. Яблочко падает. Падает. Так, ладно, сейчас исправим эту ситуацию каким-то. Вот, всё. И вот у меня есть такие крышечки. Можно сделать с собой взять. Ну, а я налив стаканчик. Потому что завтракаю первым завтраком дома. Ну, как-то так. Всем приятного аппетита. Итак, второй завтрак у меня, значит, яйцо пашот, капуста маринованное, огурцы, картофельные, вафелька, оладушка и авокадо. Ну, и, конечно же, кофеечек. Всем приятного аппетита! Всем приятного аппетита! Всем приятного аппетита! Всем приятного аппетита! Всем приятного аппетита!